Опять у меня проблема с водонагревателем, скачет температура, только что была 29, уже 33, 34, сейчас будет 35, все выключилось, а иногда вообще выбивают на E1, скорее всего это говорит о том, что опять засорились тэны, нужно их чистить или менять, сейчас будем что-то делать. Отсоединяем шланги от трубопровода, и сейчас будем отсоединять регулятор, отсоединили регулятор давления, сейчас выходит водичка. Сняли бачок, продолжаем разборку дальше, снимаем вот эту гаечку, крышку, все остальное. Откручиваем наши болтики, гаечки, болтики, тринадцатым номером, по кругу, начинаем откручивать тэны. Так, ну вот наше состояние, первая тэна, в принципе она еще так не совсем прожавела, за три месяца, не знаю даже почему глюкала. Сейчас будем чистить при помощи лимонной кислоты, помещаем тэну в наш кипяток с лимонной кислотой. Вот что происходит, такая реакция, что вообще, просто химическая реакция, все бурлит, все кипит. Так, ставим новую тэну, вот я уже вкрутил анод магниевый. Поставил резинку, прокладку, вставляем наш новую тэну, раз, два, и закрепляем болтиками. Обязательно наши гаечки прикручиваем крест накрест, хорошо поджимаем. Тут, здесь, то есть натягиваем крест накрест, чтобы не было перекосов. Наша основная тэна, в принципе не так успела зажаветь сильно. Значит в этот тэн тоже правильно закручиваем все гаечки, крест накрест. Так, ну вот я установил бачок, и у меня не загорается электронное табло. Значит тут проблема либо с термостатом, либо с платой. В этой ситуации прозваниваем мультиометром, ставим сопротивление 2000 Ом, и прозваниваем два конца вверху, два конца внизу. Если не прозванивается проблема с термостатом, у меня термостат прозванивался. Так, так как у меня полетели платы, вернее что-то с платой случилось, я уже решил не перепаивать, не вести к мастеру, потому что это на 2-3 месяца, потом опять все начинается то же самое. Я купил, заказал новые платы, у меня обошлось около 800 гривен. Первая плата это для блока, вторая плата это электронное табло. И еще заказал коробочку, потому что старая уже коробочка полностью сломалась. Старую плату аккуратно снимаем, снимаем все на пайке, которые на ней. И одеваем новое электропитание. И вот установляется новая электросхема в новой коробочке. После этого водогреватель заработал. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.